Итак, баннер Джу Юань уже почти прошел, но тем не менее в своем большом гайде я обещал подробно разобрать комбо и механики Джу Юань. Все на самом деле не так уж и сложно, и несмотря на то, что Джу Юань с ее картечью немножечко неочевидный персонаж, но все на самом деле просто, и сейчас мы об этом поговорим и все обсудим. Перед началом хочу напомнить, что если вы хотите выбить Джу Юань или любого другого персонажа, которого вы любите, заходите на Genshin Drop для безопасной и выгодной покупки монохромов, ссылка в описании канала. Также по промокоду gdstart вы получите бесплатную коробку, покупка абсолютно безопасна, и за покупку вы получите кэшбэк и ускорите накопление чайников. Итак, давайте разберемся по генерации. На самом деле генерация идет из нескольких источников. Мы можем получать по одному заряду картечи за некоторые атаки из цепочки атак, цепочки простых атак, опять же, когда мы просто бьем ногами, стреляем. Но это немножечко не то, потому что это все-таки нанесение физического урона, а наша основная специализация это нанесение эфирного урона. Поэтому мы бы хотели все-таки немножечко по-другому наносить урон и генерировать в том числе картеч. Но довольно эффективным вариантом будет генерация картечи за атаку в уклонении, за контратаку. Это довольно неплохой вариант, и его можно использовать действительно, если вам не хватает одного заряда, или вы вот-вот пробьете противника и введете его в состояние оглушения. Да, действительно, это можно использовать, но основная генерация картечи у Джу Юань идет все-таки из трех основных источников. Ну, в том числе за некоторые из них там помощь в уклонении, когда вы используете помощь, опять же, нажимая на пробел, и отражая атаку противника, Джу Юань уворачивается и наносит эфирный урон, получает три заряда картечи. Очень-очень удобно. Также за усиленную особую атаку и просто за особую атаку мы получаем также три заряда картечи, но усиленная особая атака, когда мы удерживаем кнопку особой атаки, мы наносим не только больше эфирного урона, но и эффективнее, в том числе быстрее. Если вам важна скорость в комбо и скорость в КТЕ, вы должны знать, что усиленная особая атака намного быстрее и генерирует также три заряда картечи. И осталось два источника, о которых мы обязаны поговорить. Это ультимейт. Конечно же, за ульту мы получаем также три заряда картечи. Все очень просто. При активации мы наносим не только большой эфирный урон, который действительно помогает нам, и я даже советую вам использовать именно за Джу Юань ультимейт, а не за саппортов. Если у вас, конечно, не саппорт какой-то вот прям уникальный. На самом деле, Николь тоже стоит того, чтобы использовать ее ульту, но Джу Юань так и генерирует опять же три заряда картечи. Я бы отдавал приоритет именно ей. И последний источник, и немаловажный, это цепочка атак. Во время цепочки атак, когда мы переключаемся по персонажам и наносим за них урон, в том числе переключившись на Джу Юань, она атакует и нанесет три, и получит три заряда картечи. Это очень и очень важно. Поэтому имейте в виду, что при игре за Джу Юань вы в основном должны переключаться по пачке и стараться за персонажа оглушения оглушить опять же врага, ввести его в ослабленное состояние. Так как у Джу Юань почти в два раза увеличивается урон по оглушенным противникам, нужно это знать. И когда противник оглушен, вы уже выходите за Джу Юань на поле боя и разряжаете в противника все заряды картечи, попутно генерируя их на ходу с помощью усиленной особой атаки или, например, ультимейта. Это самый эффективный способ стрельбы за Джу Юань, который подарит вам не только комфорт геймплея, но и поистине хороший урон. Играйте за Джу Юань, качайте ее и любите. Продолжение следует...